География. Физика. Есть ОБЖ. Записал. Труды. Есть литература. Вторник. Русский язык. Записал. Биология. Английский язык. Физкультура. Геометрия. Среда. Алгебра. Труды. Биология. Ань, подожди, не спеши. Какой третий урок? Биология. Записала? Да, записала. Четвертый русский. И дальше информатика. Четверг. Первый урок у нас. История. Английский. Физика. Это третий, да? Влад, ты что там хомячишь? Ничего, я не хомячу, я пишу. Ну да, и где же твоя ручка? У тебя все губы, все. Так, давай делись. Аня, у меня мало. Жлобина. Ань, зачем тебе эти симочки? Мне конфеты есть. Хочешь поделиться? Да, конечно. Смотри, какие виноградики. Ух ты. Угощайся. Вкусные? Да. Так, давай продолжать. Так, четвертый урок химия. О, наконец-то нашел пятница. Литература. О, привет, привет. Привет, привет, привет. А что ты не на своем месте? А это теперь мой арест. Ну что, Тарина, как ты отдохнула? Как всегда, отлично. Накупалась, нанырялась. А у вас что нового в классе? А у нас по себе дом учитель. Представляешь, Анжелика Луи-Донна тоже теперь учитель. По сей дом, что нас теперь не ведет ОБЖ, а Анжелика труды. Серьезно, вот это новость. Кстати, а что за урок сейчас? Сейчас у нас биология. Понятно, Валентина Ивановна. Добрый день. Добрый день, Валентина Ивановна. Ладно, это что такое на платье? Быстро выбирай. Девочки, где тетрадки, где книжки? Почему не подготовились? Даринка, ты уже приехала. Молодец, все достала. Как я и обещала, тема сегодняшнего урока у нас будет грибы. Ух ты, мы сегодня будем грибы есть? Может и будем кушать. Но сначала мы поговорим о грибах. Как вы знаете, грибы это очень интересное растение. Но они и не растение, и не животное. Их отнесли к отдельному классу. Грибы. Грибы растут в грибнице. Грибница имеет форму длинной линии, иногда достигающей даже 100 метров. Она находится под землей. То, что мы называем в нашей обычной жизни грибами, это неправильно. Гриб вот это. А то, что находится сверху, это плодоножка и шапочка, в которой образуются споры. И со временем, когда гриб вырастает, созревает, споры расселиваются, и грибница увеличивается. Грибы бывают съеденные, несъедобные, грибы бывают дрожжевые, плесневые, грибы бывают опасные. Грибы растут в море, в воде, в лесу, на земле, на деревьях. Грибов очень-очень много, больше 100 тысяч видов. И сегодня мы поговорим о съедобных и несъедобных. Влад, какие несъедобные грибы, ты знаешь? Это я знаю, мухомор. Правильно, но помимо еще есть ложные опята, ложные маслята, ложные подберезы, ложные белые грибы. Очень много, но больше все-таки съедобных грибов. И они называются шляпные грибы. Вот сегодня мы и поговорим. Шляпные грибы 100 тысяч видов бывают. Но самые, которые у нас знамениты, это белые грибы и маслята. И давайте сейчас мы зарисуем этот гриб у себя в тетрадке. Все тетрадки приведут? Да. Смотрите. Белый гриб имеет толстую ножку белого цвета и небольшую шляпку, которая коричневого цвета. Лжеф белый гриб очень похож, но у него на срезе ножка будет желтоватая или коричневатая. И здесь будет не белая, а желтая. И назвали ее очень неприятное? Сатанинский гриб он называется. Не дай бог его, естественно, очень плохой. Зарисовали? Да, все, нарисовали. Вот и молодцы. Следующий гриб маслёный. У него не такая толстая ножка, как у белого гриба. У него губчатый низ желтого цвета, так, клеточный. И коричневая шляпка. Она очень липкая. Ее прототип по галкам. Он имеет тоже такую же ножку, очень похожую шляпку, но чуть-чуть вытянут. И у него не губчатая здесь поверхность, а трубчатая полосочка. Следующий гриб у нас лисичка. Лисичка, и название сразу понятно, оранжевого цвета. У нее такая тоже трубчатая ножка. И сам гриб оранжевого цвета. Его лжегриб очень похож формой, он идентичный, но он красного цвета или темно-оранжевого. И если его срезать или надломить ему шляпку, с него выделяется такая беловатая жидкость, неприятная, некрасивая. Записываем, зарисовываем. Да, запишитесь, пожалуйста, что уже лисичка выделяет сок. Хорошо, молодцы, очень похоже. Влад, Влад, что ты рисуешь? Это гриб с грибницей. Не знаю, что это за гриб с грибницей, это какое-то лисо. Выдри давай вот это все. Следующий гриб, опята. Опята растут в лиственном лесу. В основном на старых пеньках, на сломанных деревьях, в дуплах деревьевах, в основном осенью и поздной осенью. Это пеньки. Вы думаете, что это гриб? Они имеют тонкую ножку и шляпку. Растут в основном семьей. В настоящих опят есть небольшая пленочка под шапочкой. Грибы коричневатого, желтоватого цвета, такое нежного, желтоватого. Лжи опята очень похожи внешне, но имеют более насыщенный цвет. У них нет этой мягкой пленочки, и под шапочкой у них зеленоватый, желтоватый, неприятный оттенок. Ну а теперь гриб, который все знают. Шарвиньон. Он у нас продается на рынках, в магазине, его покупают у родителей. Вы знаете, как его выглядит. Ножка. Когда он маленький, у него закрытая шляпка. Когда он вырастает, у него шляпка уже открытая. И здесь трубчатый коричневый цвет у нас. Все хорошо, но у мужа биньона есть очень плохой двойник. Бледная богатка. Надо запомнить, чем он отличается. У него ножка более тонкая. Шляпка очень похожа. Имеет тоже трубчатую нижнюю поверхность. Но у бледной богатки есть рюшка под шапочкой. И снизу, в основном, такой мешочек. Это считается самый ядовитый гриб. Политина, я вам... А у какого цвета у нее юбочка? У юбочка у нее серо-белого цвета. И, кстати, если шампиньона под шапочкой коричневой, когда он поспеет, то у бледной богатки всегда белая. Я лучше вообще не буду в лес за грибами ходить. Из них богаток не собирают. Не надо бояться грибов. Тем более полезных и хороших грибов больше, чем поганых. Ну а теперь интересный факт. Доказано, что если взять спелый большой гриб, порезать его на маленькие кусочки, залить его бобичкой, и потом вылить это, что у нас приготовилось, под дерево, то через некоторое время там появится новая грибница и новые грибы. Это можно сделать у себя на даче попробовать. А теперь симптомы, которые, не дай бог, при отравлении грибами. Кто знает, какие симптомы? Болезетельный живот, тошнит. И, кстати, может быть червота. Может кружится голова. И еще понос. Влад, все правильно, но не понос, а жидкий стул. Давайте теперь запишем, что нужно делать, если, не дай бог, вы съели несъедобные или опасные грибы. Первое. Нужно вызвать врача. Второе. До прихода врача желательно промыть больному желудок, то есть сделать гризму или дать попить воды с марганцовкой. Нужно дать больному активированный уголь, теплый чай и уложить в постель. Круто, может, обязательно в школу не ходить. Ага, очень круто, когда тебя тошнит, наизнанку выворачивает. Валентина Ивановна, а что там дальше? Влад, ничего здесь вообще хорошего нет. Потому что от отравления грибами умирает. Записываем последние грибы, которые вы ели. Нужно обязательно сухранить до приезда врачей. Валентина Ивановна, а если, например, все съели? Даринка, если грибы все съели, я думаю, врачи медикаментозным способом смогут достать и проведут все нужные анализы. Ну, а главное, ребята, лучше не употреблять в пищу грибы, которые вы не знаете. А теперь перейдем к консервации. Как вы знаете, грибы бывают жареные, сушеные, вареные. И самое вкусное, это консервированные грибочки. Кто знает, что нужно сделать перед тем, как консервировать грибы? Сначала нужно купить. Или в лесу собрать. Правильно. Что потом делаем? Ну, для начала их нужно почистить, помыть, а потом уже все остальное делать. Правильно, Дарина. И что мы делаем после того, как мы их промыли, почистили, Лера? Ну, потом мы их варим в кастрюле. Правильно. Варим не меньше двух часов. Сначала мы варим полчаса, потом сливаем эту воду, наливаем новую водичку, варим еще два часа, сливаем воду, даем грибам остыть и потом их маринуем. Да ну, я уже макси не готовые куплю. Правильно, Влад. Грибочки можно купить и в магазине, но лучше свои грибочки, которые своими руками смогут законсервировать, и они немного вкуснее. И здесь все. А теперь читайте то, что мы с вами записали, вспоминайте то, что я рассказывала. Я сейчас схожу в учительскую, вернусь, и мы с вами напишем самостоятельную работу. Капец, я только пришла, и сразу самостоятельная работа. Да, Дарина, что тут? Мы тут зарисовали, выучили. Сейчас быстренько напишем эту самостоятельную работу, и все, она легкая, в принципе, по грибам. Влад, это куда потопа? Хочу поближе посмотреть. Кто там? Что это за грибы? Это опять! Да нет, это маслята. Дарина? Ну, думаю, тоже маслята. Непонятно, нужно попробовать. Влад, может, не надо? Надо, Дарина. Все равно непонятно. Влад, а что тут непонятного? Ты просто есть хочешь? Вообще-то я тоже хочу. Влад, дай грибок. Без проблем. На, пробуй. Все равно не поможешь за грибы. Это точно маслята. Вот попробуй, попробуй. Я тебе говорю. Нет, это опять-то. Белый грибок? Нужно попробовать. Влад, вообще-то это не белый гриб, а шампиньоны. Дай мне попробовать. А, шампиньоны? Я думал, это белый гриб. Ну, ладно, держи. Что, Дарина, вкусно? А что эти за грибочки? Вкусный запах. Нужно взять, попробовать. Ммм. Очень-очень вкусно. Влад, дай мне вот эти вот грибочки попробовать. Точно, давайте меняться. Я не дам, это мое. Не достается. Доставай. Почти. А, вот, достала, достала, достала. Вкусные? Ммм. Вкусненькие. Хм. Девочки, вот эти грибы самые вкусные. Это, наверное, королевский гриб. Влад, какой королевский? Валентина Ивановна про такие не рассказывала. Поэтому я не говорю, потому что они самые вкусные. Влад, дай попробовать. На, держи. Даринка, давайте меня отсюда, если нам королевский. Ладно, берите, они и вправду очень вкусные. У нас тоже. Ммм, вкусные. Это не королевский. Это, наверное, опята. Да, это опята. Угу. Нет, это белые грибы, у них коричневые шляпки. Да нет, это соки, наверное, опята. Влад, поаккуратно. Э, Влад, а ты же тут ни один не ешь с банки. Лопнешь, детка. Не лопнешь, гадон по банке. Это было мощно. Согласна, такие вкусные грибы. Угу. Вам понравились? Фу, я бы их переела. А я бы их ел, ел, ел. А что вы творите? Кто вам разрешил грибы открывать? Вы что, не знаете, что детям вашего возраста нужно пару грибочков только в день кушать? А вы все грибы съели. У вас же теперь жиротки, наверное, будут болеть. Так, быстро поставил банку. Собрали стюминку. Так, вы цветы набрали арбузные. Валентина, ну вы говорили, что они съедобные. Съедобные? Ну это не значит, что нужно было все банки съесть. Так они в магазине, там нет греха, которые мне не служат. Вы бесконечные. Вы просто бесконечные. Субтитры создавал DimaTorzok